В офисе президента резко обустроили борьбу за пост главы администрации президента. Источники на Банковой сообщают, что Андрей Богдан в течение последнего месяца демонстративно отстранился от работы, почти не появляется на официальных мероприятиях. О возможных пристановках в окружении Зеленского написал и политолог Юрий Романенко. Богдан меняется на Ермака. На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникации были прохладны. Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией. Приходит Ермак усилить позицию Гаубей в окружении Зеленского. Это будет означать, что базовая ставка президента 2020-го в мир, и он из кожи вон будет лезть, чтобы получить от России со всеми вытекающими. Гончарука поменяют Дубилета. Хотя бы поэтому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провел спорную, но громкую электронную перепись. Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев. Третье. Кирилл Тимошенко заменит Никиту Паторьев. В свете перменских медийных провалов офиса президента вполне логичная рокировка. Безграмотность офиса уже стала причиной международной проблемы, например, Румыния. Макса Нефедова вытурят застрив поступление с таможней. Решение готово давно, но необходимым был нужный контекст. Судя по всему, в начале февраля он будет. По скрипту. Я не верю, что перестановики что-то изменят кардинально. Подытожил Романенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова